здравствуйте дорогие друзья вы на канале горожанка в селе присела я тут возле своего хмельного заборчика а перед этим вы видели кабачки это вот на 21 августа они продолжают пока еще расти и поговорить сегодня я с вами хочу о секретах икры из кабачков так сказать икра заморская кабачковая по заказу сына я должна была в этом году заготовить кабачковую икру как в магазине я раньше готовила икру но составляющие просто пропускались на мясорубке либо в блендере сырые варились добавлялся резанный перчик все это томилась заправлялась сахаром солью уксусом и в баночке раскладывалась но ему захотелось вот чтоб такое было мелко дисперсное как в магазине я стала изучать рецепты а рецептов мама не горюй полным полно и вот хочу с вами поделиться так сказать своими наработками значит первый рецепт я делала так морковка кабачки и специи все это варилась кубиком резалась сварилась измельчалась блендером и закатывалась баночки ну вкус такой приличный до томат добавлялся еще томат потом счет я засомневалась нашла еще рецепт где значит лук и морковку предварительно пережаривают на подсолнечном масле на сковородке и только потом добавляют значит уже кабачка но все это перемалывается погружным блендером когда уже все становится очень мягкая добавляется опять же томат что я вам хочу сказать я не знаю кому как на вкус но мне этот не понравился рецепт пахнет жареным луком да пахнет жареным луком как-то перебивает весь этот запах кабачковый вкус но я конечно закатала все в банке добавил там специи так чтоб перебить этот луковый запах но те кто любит лук может быть им такая край понравится потом я решила все таки сделать так как считаю нужно значит опять кабачки измельчила кубиком добавила ковку все это потушила добавила пасту там перемел к значит погружным блендером получился в общем-то икра тоже но для себя я сделала такой вывод девочки и может быть кому-то пригодится моя так сказать наработка вот когда кубиком порежете в эти кабачки их нужно сразу присолить и какое-то время подержать пусть они постоят сколько вам так сказать позволит ваша совесть чем дольше стоят тем лучше ну в смысле не сутки конечно там часы имеется ввиду они дадут очень много жидкости и вот эту жидкость вы ее сначала девочки слейте и только потом начинайте притушивать эти кабачки потому что иначе вы будете очень долго выпаривать это вот первая такая наработка но потом если нужно будет жидкость вы добавите как раз вот ту которую вы слили вот это раз то что я сделала вывод второе все что нарезано кубиком нужно тушить практически до готовности и в самый последний момент только все это взбивать погружным блендером потому что когда вы добавите туда специи и начинаете все это перемешивать все это пулькает и извините попадает в общем может куда попало ну кто готов тот хозяйки знают вот это так сказать еще одно наблюдение самый последний момент потом уже просто доводите до горячего состояния и в баночке вот так второй момент значит вот первое это водичку слить лишнюю будет эта консистенция погуще и только в последний момент уже измельчать все это погружным блендером и только потом все это ставить на огонь вот эту жидкую массу чтобы она поменьше мучиться потому что тоже тогда от нее отойти нельзя нужно постоянно помешивать помешивать она пытается бурлить там образуются сплошные вулканы кастрюльки и брызгать все это вот такая вот наработочка это вторая третий так сказать мой вывод и мое наблюдение девочки подсолнечное масло в эту жидкость нужно тоже значит заливать в последнюю очередь потому что масло оно конечно должно быть доведено до кипящего состояния но долго как вот в некоторых рецептах вот значит лук пережарили морковку пережарили потом это все вместе долго-долго варится с подсолнечным маслом подсолнечное масло такая специфика я вот и перца когда делают тоже в последнюю очередь передерживать это масло я например вам не рекомендую все-таки запах появляется какой-то но и такая специфика этого масла то есть она как бы перекипела и этого достаточно не нужно его долго кипятить то есть это вот третий момент значит четвертое наблюдение тоже такое у меня можно ли обойтись без моркови потому что сюда добавляют морковку в кабачки как бы гуще становится она вот чем больше мы сольем воды при соленых кабачках тем меньше можно туда положить морковки и икра получится так сказать более кабачковая вот обязательно ли нужно томатную пасту добавлять это следующее наблюдение уже получается четвертое или пятое что-то я запуталась пусть будет 5 совсем не обязательно вот кто против нее все-таки томатная паста она иногда у некоторых людей сжог выживает вызывает да бог и узнать с чего там делать и как она готовится все-таки если она покупна если мы не свои томатики ложим значит знаете для цвета можно положить куркумы немножечко икра приобретет такой желтенький цвет вот таким образом если делать чисто кабачковую икру то можно добавлять прямо чуть-чуть томатной пасты а можно вообще не добавлять вот такие вот наблюдения секретики я сделала пока готовила эту кабачковую икру и таким способом и другим способом а чтобы их не перепутать я их подписывала кабачковая икра 1 кабачковая икра 2 кабачковая икра 3 4 вот ну 5 уж не знаю наверное больше не буду готовить куда шли столько вот попросить то не попросили а есть они и будут или нет неизвестно а я плюхаюсь не плюхаюсь вот такими секретиками я с вами поделилась посмотрите некоторые этапы так сказать готовки мой канал еще раз говорю не кулинарный не могу я давать советы да потому что у каждого свой вкус рецепт вот прям кто выкладывает молодцы конечно я смотрела вот руководствовалась пробовала но выработала так сказать свои закладки свои наблюдения свои методики свою так сказать технологию я вообще технать по образованию и вот мы машиностроитель так сказать и мы как бы вот пишем технологии и там записываем оборудование инструмент материалы расходные вот когда всем этим занималась дома интересно а у них ведь тоже вот у кулинаров тоже оборудование что нужно например погружной блендер там газовая плита значит кастрюля тучу инструмент у них получаете ли оборудование там всякие тазики вилки и ложки это инструмент а материалы это вот кабачки морковка там лук и прочее в общем технологии да у них эти специальности так называется у поваров технологии пищевая как-то там как же она называется то господи бавара подскажите ну в общем короче технолог пищевой промышленности наверное тогда они там тоже наделятся кулинары там и прочее как-то что-то я не интересовалась этим а мы получается вот домохозяйки мы тоже все без специального образования кулинарием заготовители мы еще девочки до технологии заготовителей ой сколько у нас девчонки специальности у домохозяйка полным полно ну ладненько пока я замолчу посмотрите картиночки кое-какие кабачки подсаливаем и должны постоять чтобы дали сок у нас а а а а а а а Смотрите, водочка с авианидной ливаной, а мы что-то стояли с солью. Вот так. Музыка Вводим кабачки, чтобы они вытянулись в такой состав. Решнюю воду можно слить. Решнюю воду можно слить. И так далее. Музыка Стандартный процесс. Перекладываем. Смотрите какие разнообразные кабачки. Тёмненький, светленький крапинку. Как крокодильчик. Ну вот, а на этой плодовитой кабачковой ноте я с вами сегодня попрощаюсь. Пожелаю вам всего доброго, светлого. Заходите на мой канал. Ещё о чём-нибудь поговорим.